Это действительно должно быть потрясающий момент для человека, который явно любит каждую секунду сегодняшнего плавания. Однако в любую секунду маяк Блэк Рок, протянувшийся над водой от теннисного мыса, появится в поле зрения слева от вашей фотографии. А пушки больше нет. Пушки больше нет. Гудки, гудки, салют. 312-й день, около 25 минут, 4-го, 22-го апреля, и Робин Нокс Джонсон и Сью Хейли безостановочно плавали по всему миру. Так что Робин Нокс Джонсон, вероятно, самый решительный, самый упрямый, самый интересный человек, которого я когда-либо встречал за всю свою жизнь. Для меня сэр Робин А.С.С. Джонсон – культовая фигура и один из величайших моряков, когда-либо ступавших на борт лодки. То, что так сильно выделяло Робина в то время, заключалось в том, что он не был хорошо известен, он не был знаменит. Он был обычным парнем, который построил свою собственную лодку, и сделал то, чего никто на Земле никогда раньше не делал, благодаря чистому мужеству, целеустремленности и целеустремленности. Он создал ту первую безостановочную распродажу по всему миру, которую никто не считал возможной, и которая не была осуществлена до тех пор, пока он ее не завершил. И он проложил этот путь для всех нас. 22 апреля 1969 года Робин Нокс Джонстон, офицер британского торгового флота, совершил невероятный подвиг. Став первым человеком в истории, совершившим кругосветное плавание без остановок и в одиночку. Он начал свое приключение в июле 1968 года, отправившись из Фалмута на юго-западе Англии, вернувшись туда после 312 дней одиночества. Он изменился как физически, так и психически, и он вошел в учебники истории, совершив подвиг, который в то время большинство людей считали просто невозможным. И это не только полностью изменило его жизнь, но и позволило ему идти дальше и создать наследие, которое изменило жизнь тысяч людей по всему миру. Робин родился на юго-западе Лондона, всего за 6 месяцев до начала Второй мировой войны. Его отец тогда был направлен в Ливерпуль, где прошли ранние годы Робина. Во время войны мы жили в водовороте, так что я смотрел на Ди сверху вниз, особенно по мере того, как мы приближались к деталям, было много активности. Люди тренировались для приземления над пляжами и тому подобное. И поэтому один из них, конечно, очень заинтересовался, маленький мальчик, чего и следовало ожидать, 5 лет от роду. И все эти парни спускаются вниз с большими кусками техники. Это дико захватывающе. И лодки, и все остальное. Так что к 8 годам я, по сути, решил, что пойду в море. Робин бросил школу во время сдачи выпускных экзаменов, чтобы осуществить свою мечту отправиться в море и поступить учеником в британский торговый флот. Там он научился ходить под парусом и сделал успешную карьеру. Но в возрасте 20 с небольшим лет нашел вдохновение у британского яхтсмена Фрэнсиса Чечестера. Он следовал своей истории, когда Чечестер самостоятельно совершил кругосветное путешествие в 1967 году. Он всего один раз останавливался в Австралии во время своего кругосветного плавания и таким образом установил новый рекорд в это время приключений и исследований. Корреспондент BBC и давний друг Робин вспоминает достижения Чечестера. В то время я жил в Гринвича. Я только начал работать на BBC. Я поступил на BBC в 1966 году, и сэр Фрэнсис Чечестер, конечно же, приехал в Гринвич на своей лодке, и я думаю, что королева встретила его там. Посвятила в рыцаре. Фрэнсис Чечестер был устоявшимся персонажем. Он был знаменитым моряком. Робин был молодым человеком. Большинство из нас никогда не слышали ни о нем, ни о ком-либо из других людей, участвовавших в той кругосветной гонке в 1969 году. И Робин выделился из общей массы просто благодаря своей простой смелости, способностям, мужеству и напору. Жизнь Робина в торговом флоте привела к тому, что он тоже путешествовал по миру, находясь вдали от дома по много месяцев к ряду. Я ездил в Индию, когда еще был учеником на последнем курсе. Поступил на один из кораблей компании, отправлявшихся на восток. Вернулся домой, получил сертификат второго помощника капитана, и у вас был выбор. Я мог бы остаться на домашней линии, на судах, курсирующих из Великобритании в Африку и Индию, или я мог бы перейти на восточную службу. То есть на корабли, базирующиеся на востоке, я имею в виду построенные в Великобритании, но так и не вернувшиеся домой. И я решил, что пойду на восточную службу, потому что там платят лучше. Я присоединился к Уокеру в Карачи и отправился в путешествие по Персидскому заливу, где провел следующие четыре года. Путешествуя из Бомбея в Басру и обратно, и заходя во все порты между ними. Его возлюбленное детство Сью, была терпелива, и всегда была в его мыслях во время длительных путешествий. Мы выросли вместе. И вы знаете, когда ей было около 17, мне было 19. Я хорошо рассмотрел одну из них. Так что мой интерес к ней изменился, и подруга Сарванец стала такой романтичной. И мы поженились примерно через три года. Уехали в Индию. И так ей было 20 лет, мне 22. Их дочь Сара родилась, когда они жили в Индии. Но из-за его карьеры в военно-морском флоте, она часто оставалась одна, присматривая за их ребенком в течение длительного времени. Однако Индия также оказалась родиной идеи, которая вскоре повлияет на всю их жизнь. Его ныне знаменитая яхта «Сахели» была построена в Бомбее по проекту, основанному на норвежской спасательной шлюпке. Это бермудский улов с двумя мачтами и длиной всего 32 фута. Двое его коллег-офицеров присоединились к его плану строительства, но отказались от него из-за проблем и задержек. Мы втроем обсуждали, какое имя использовать. И Сухели пришел к нам, потому что есть звезда по имени Сухайл. Но Сухели также имеет несколько значений. На Урду это может означать подруга или лучший друг. А мою жену звали Сью, поэтому мне показалось довольно тактичным выбрать имя Сью Хейли. С финансовой точки зрения это было немного сложно, потому что двое других решили, что этого достаточно. Они хотели уехать в Австралию, Новую Зеландию и жениться на своих подругах. Я не хотел сдаваться и поэтому, по сути, выкупил их. А в то время мы жили практически ни на что. Мы питались овсянкой на завтрак, бананами на обед, одним карри за шесть месяцев, и я сказал, что очень похудел. Кто бы не худел. С затрудненными финансами, маленьким ребенком и его постоянно развивающимся планом вернуть Сью Хейли в Великобританию вместе с семьей, это оказалось трудным временем для их отношений. И в конце концов они отдалились друг от друга. Ну, она волновалась, потому что это была довольно странная болезнь, а Сара родилась недоношенной примерно на пять недель раньше срока. Так что Сью была в ужасе, что если она заболеет, то потеряет все. Я имею в виду, она кормила ее до такой степени, что она стала похожа на Буду. Но она всегда беспокоилась о своем здоровье, поэтому ей совсем не хотелось плавать на лодке. К этому времени я был финансово привязан к лодке. Я не мог из нее выбраться. Так что это создало трения, которые в конце концов закончились расставанием. Мы никогда не ссорились из-за печали, но так было всегда, мы были очень цивилизованы друг с другом по этому поводу. Так что я выкупил их. Я вернулся домой, получил диплом магистра, прослужил пять месяцев в военно-морском флоте и вернулся с братом и другом. Достроил лодку, и мы отплыли в Англию, обогнули мыс, добрались до Дарема. Мы пропустили сезон вокруг мыса. У нас все равно закончились бы деньги. Так что следующие три месяца я был капитаном корабля, ходившего вверх и вниз по побережью Южной Африки, что было очень весело. Мы заработали достаточно денег, чтобы купить несколько банок. И мы решили, что поедем из Кейптауна в Лондон без остановок. Вы знаете, мы ехали достаточно долго. Мы хотели вернуться домой. Мы так и сделали. Это заняло у нас 77 дней. Но на самом деле это был чрезвычайно полезный опыт. Достижение Фрэнсиса Чечестера в 1967 году осталось с Робином, и это зажгло в нем жгучее желание. Я видел, как Чечестер возвращался домой и подумал. Он объехал весь мир в одиночку с одной остановкой. Нужно сделать одну вещь. И он просто вырос во мне до такой степени, что я понял, что мне придется это сделать. Я написал в 52 компании и сказал, что вы знаете, у меня есть отличная идея. Мне нужно 5 фунтов, чтобы это сделать. Вы будете спонсировать меня. А они написали в ответ и сказали нет. Но я получил 5-фунтовый ваучер от Кэтбери, так что он не был потрачен впустую. Однако идея кругосветного путешествия в одиночку без остановок была популярна в то время, и поэтому газета Sandy Times создала то, что они назвали гонкой «Золотой глобус». И предложила победителю призовой кошелек в 5 фунтов, которого хватило бы на покупку дома размером с семью. Газета Sandy Times решила, что гонка начнется 31 октября. Я, Джон Ричард и Шаблай сказали, что мы их не начинаем. Мы собираемся начать в июне. И они не могли понять, почему мы хотели начать в июне. И причина в том, что единственное место, где вы не хотите торчать зимой, это Мысгорн. Если мы начнем здесь в середине лета, то покинем Мысгорн в середине лета в южном полушарии. А это разумное время для того, чтобы быть там. Поэтому мы все сказали, извините, мы отправляемся в июне. Sandy Times очень острое. Они сказали, что тогда мы были здесь не для того, чтобы участвовать в нашей гонке. Я не знаю, что говорили другие, и я сказал, нет, вы быстро схватываете. Поэтому им пришлось изменить правило, что означало, что вы могли начать с 1 июня по 31 октября. Но потом они подумали, что для того, чтобы побудить людей двигаться быстро, мы назначим денежный приз. Человеку, который быстрее всех обойдет круг, начиная с этих двух дат. На самом деле я никогда не входил в Sandy Times Golden Bruise. В мой день рождения, в 1968 году, они объявили, что я был абитуриентом вместе с тремя другими, о которых они знали в то время. Но на самом деле я так и не поступил. Теперь, вернувшись в Британию и нуждаясь в финансах, он вернулся в торговый флот, одновременно сосредоточившись на своих планах, готовясь к самому большому испытанию в своей жизни. Гонки в неизвестность. Дальние морские путешествия могут быть чреваты опасностями и неопределенностью, но отправиться посреди огромных просторов океана, в полном одиночестве, на милость матери природы, требует определенного менталитета. Карьера морского моряка, Алекса Томпсона, началась после того, как Робин назначила его самым молодым шкипером в гонке, Клеппера, 1998 года. Алекса тогда было всего 25 лет, но сейчас он признан одной из ведущих звезд этого вида спорта. Робин был тем человеком, который взял на себя риск и ответственность за меня, чтобы начать весь этот процесс. Может быть, он узнал во мне что-то или я не знаю, но он дал мне возможность, которую, я думаю, большинство людей не сделали бы. И гонка Клиппер вокруг света дала мне возможность показать, на что я способен. И если бы я этого не сделал, если бы Робин не взял меня на испытания, я бы не получил работу в Клиппере. Если бы я не получил работу в Клиппере, я бы не выиграл гонку Клиппер вокруг света в 1989 году и не встретился бы с сэром Китом Милсом. Так что моя жизнь была бы сейчас совершенно другой, если бы не Роби. Когда вы участвуете в океанских гонках на этих сольных базах, будь то безостановочной или безостановки, мне это нравится. Каждый отнесся бы к этому по-разному. Но что касается меня, я люблю это чувство и свободу. Мне нравится то унизительное чувство, которое вы испытываете, находясь там в Большом океане и будучи таким маленьким, крошенным человеком. Я думаю, мы все относимся к этому по-разному. Мы, очевидно, чувствуем себя изолированными. Мы можем чувствовать себя одинокими. Мы можем испытывать стресс от риска. И с течением времени технологии становится все лучше, это становится все проще. Итак, в 1968-1969 годах, откуда вам было знать, что это произойдет? Насколько мне было известно, они не просто пришли к выводу, что Земля круглая, не так ли? Дика Фари — первая женщина, которая в одиночку и безостановок обошла вокруг света в обоих направлениях. Она слишком хорошо знает, что нужно для совершения кругосветного плавания в одиночку. Ни одно другое мероприятие не длится так долго, как кругосветное плавание под парусом. И делать это изо дня в день, что бы ни происходило, свидетельствует об огромном уровне силы. В конечном счете, вы должны помнить, зачем вы здесь. И что касается меня, мне это очень нравится. Это самая враждебная окружающая среда, но в то же время это один из лучших видов парусного спорта, которым вы занимаетесь. И я думаю, что именно по этой причине мы все продолжаем возвращаться туда, потому что нам это нравится. Нам нравится тот факт, что у нас есть бесконечные горизонты для восходов и закатов. Мы видим природу в ее естественной среде обитания. Мы видим силу и могущество матери природы, определенно говорящие нам, что она главная. И мы пытаемся использовать эту силу и заставить ее работать на себя. Чем больше я слышал об этом, тем больше понимал огромную опасность и сложность того, что он сделал. И вы могли только представить, какой энтузиазм поддерживал его. Я просто не думаю, что за последующие годы произошло что-то такое, что могло бы сравниться с этим достижением. Я думаю, это было абсолютно великолепно. Робин Нокс Джонстон был одним из девяти моряков, которые начали гонку «Золотой глобус» в 1968 году. Я думаю, маршрут этого кругосветного плавания логичен, поскольку он похож на маршрут старинных парусных клиперов, которые, нагруженные товарами для торговли, двигались при попутном ветре так быстро, как только могли. Сэр, я могу. Если начать с юго-западной Англии, то это прямо вниз по Атлантике и вокруг Южной Африки. Затем через Южный океан в Австралию, Новую Зеландию и через печально известный мыс Горн, огибая конечность Южной Америки, а затем обратно через Атлантику до финиша. В конце 1960-х годов было мало прецедентов того, сколько времени может занять эта новая гонка. Фрэнсис Чичестер завершил свое путешествие за девять месяцев с остановкой. Но никто не знал наверняка, сможет ли человеческое тело и разум справиться со стрессами, связанными с путешествием по маршруту без остановок и в одиночку. Я хотел получить спонсорскую помощь, чтобы построить гораздо большую лодку и более быструю. Я хотел построить 56-ловую яхту, которую Колин Муди спроектировал для меня, и мне понадобилось около 2,5-3 тысячи долларов, чтобы построить ее из стали. А остальные деньги ушли бы на такие вещи, как радиоприемники, еда и прочее. Вот почему мне нужно было 5 тысяч фунтов стерлингов. В любом случае, я не смог их собрать, поэтому я попросил Сьюхейли. Я пытался продать ее, но никто не заинтересовался, так что что же, у меня есть лодка, я возьму ее. Но я собирался ехать, по этому поводу не было никаких споров. Робин сейчас была полностью сосредоточена на планах предстоящей гонки. 9 человек намеревались совершить это кругосветное путешествие, причем фаворитом был Бернар Метиси из Франции. Средства массовой информации, как правило, считали Робина аутсайдером, и в наш век первопроходцев публика теперь проявляла большой интерес к тому, как развивались планы гонки. Я вовсе не думал, что я аутсайдер. Я подумал, что на самом деле я, наверное, один из лучших подготовленных здесь. Я знаю эту лодку вдоль и поперек. Я профессиональный моряк, я штурман по профессии. Я лучше подготовлен к этому путешествию, чем кто-либо другой, наверное, кроме Метисио. Так что комментарии о том, что я аутсайдер, на самом деле были просто досадой. Средства массовой информации, особенно Санди Таймс, полностью списали меня со счетов. Они не стали вникать в это. Они не остановились и не подумали. Редактор мира яхтинга сделал это, он посмотрел и сказал, подождите, этот чат закончен. Он довольно опытный. 14 июня 1968 года Робин отправился из Фалмута в Корнелл в путешествие, которому было суждено изменить его жизнь и жизнь многих других. Его обеспокоенная семья была там, чтобы увидеть, как он уезжает. Младший брат Робина вспоминает о его отъезде. Мой отец очень эмоциональный человек, я безмерно горжусь тем, что он пытался сделать, но, по-моему, очень напуган. Моя мать просто сохраняла мужественное выражение лица, но я думаю, им было тяжело, очень тяжело. Я не помню, какие в них были слова. Я помню, как смотрел на лицо моей матери, оно было очень осунувшимся. Мне это не понравилось. А папа выглядел немного обеспокоенным. Мой брат Майк тоже был там. И... Но вы знаете, у вас ведь будет этот момент, не так ли? Вам придется пережить этот момент. Он будет там, что бы вы ни делали. В какой-то момент мне придется уйти. Так что, честно говоря, чем скорее я уйду, чтобы посмотреть, смогу ли я оставить эти мысли позади, тем лучше и сосредоточиться на текущей работе. Я имею в виду, что их старший сын собирается отправиться в это невероятное приключение, и они, знаете, я помню, тот вечер, когда он ушел, было довольно тихо. Это не было празднованием или чем-то в этом роде. Это было действительно очень спокойное время. Я думаю, что, вероятно, их осенило вот что. Мы еще увидимся? И один за другим, в течение нескольких недель, они отправились на своих маленьких яхтах в неизвестность. Изолированные и одинокие, отправившись в безостановочное кругосветное путешествие по планете. Со времени той первой гонки более 50 лет назад, яхты стали больше и быстрее, а постоянно совершенствующиеся технологии позволили сделать конструкцию более легкой. Современные моряки теперь привыкли управлять необычайными скоростями над океанами. Кругосветное плавание по-прежнему остается невероятной задачей, но рекорды продолжают падать. В конце 2018 года мировой рекорд кругосветного плавания в одиночку составил поразительные 42 дня, 16 часов, 40 минут и 35 секунд, установленный французом Франсуа Габаром на его 100-футовом тримаране. Это на 8 месяцев быстрее, чем достижение Робин. Это совершенно другой мир по сравнению с инструментами, использованными в гонке 1968 года. Здесь раньше передавали по радио оконики стреля, и это единственное сообщение, которое у меня было. Я имею в виду, что теперь у меня есть УКВ, у меня есть файл направления. В те дни этого не было, что также дает мне долгий путь, чтобы я мог получать прогнозы погоды. Очевидно, что у вас есть часы, у вас есть барометр, и они новые, но Гиннес, это тот, который мне подарили в пабе в Дауне перед тем, как я отплыл. И, честно говоря, это было абсолютно бесценно. Это единственный научный прибор, который у меня был на борту, не считая секстанта. И абсолютно жизненно важная информация, которая поможет вам узнать, когда наступила эта депрессия. В настоящее время у меня есть два разных типа спутниковых телефонов. У меня есть трекер, у меня есть, наверное, 10 GPS-навигаторов, 5 других различных аварийных устройств. Я могу быть на связи все время. Если я захочу провести видеоконференцию со своим ребенком в школе, теоретически я мог бы это сделать. Мне хотелось бы думать, что сегодня вы не обязательно чувствуете себя одиноким, но вы могли бы чувствовать себя изолированным. Тогда как тогда, когда это делал Робин, очевидно, не было никакого общения, так что у вас были бы одиночества и изоляция. Люди забывают, что без спутников нет GPS. У нас этого не было. Что у нас есть? Это секстант, который использовался для измерения высоты тела, небесного тела над горизонтом и времени. И на основе этой информации мы могли бы затем определить линию положения. Это всего лишь линия. Если вы посмотрите на солнце утром, ваша линия будет перпендикулярна пеленгу солнца. Так что моя линия сейчас на самом деле, если я правильно понимаю, линия долготы. Затем я жду до полудня, когда солнце достигнет максимальной высоты, и принимаю эти показания. Это гораздо более простой расчет, и это даст мне широту между этими двумя точками и пересечет ее с широтой. У меня есть решение. И именно так он использовал науэгаты, точно так же, как это делал капитан Кук 250 лет назад. Еще один великий британский мореплаватель и тактик, сэр Бен Эйнсли, самый успешный олимпийский моряк всех времен, обладатель четырех золотых медалей и одной серебряной. За эти годы они с Робином стали большими друзьями, и когда Бен отправляется на крупное британское соревнование за трофей Кубка Америки, технологические достижения, которыми он располагает, являются лучшими в мире. Я думаю, что тактика и стратегия в гонке «Золотой глобус» были, опять же, великолепны, учитывая отсутствие вспомогательных средств, навигационных средств, тактических средств, которые были доступны по сравнению с тем, что у нас есть в наши дни. По сравнению с этим, это действительно прогулка в парке. У нас, например, нет никаких погодных маршрутов, поэтому приходится действительно использовать интуицию моряка, если хотите. Интуиция моряка относительно того, что будет делать ветер дальше, что будут делать океанские течения, справляясь со всем этим без поддержки или поддержки. Опять же, это только подчеркивает, какое это было удивительное достижение. «Великое приключение Робина» началось в июне 1968 года, когда он направлялся на юг из Великобритании, где он начал вести не только судовой журнал, но и дневник, отмечая, что другие участники гонки собирались начать свое собственное путешествие следом за ним. 19 июля 1968 года, 35-й день. Сигнализация сработала в 430 для моего радиовызова Брюсу в 500. Дозвонился без труда по довольно хорошей схеме, учитывая дальность почти 3000 миль, о которой у вас с Блайт нет никаких новостей, и внимательно следил за ними. Он, Кинг и Матизи планировали начать примерно через две недели. Эти двое предупреждают меня, у обоих есть большие лодки в Сухеле. У меня будет всего семь недель на старт. Я не могу позволить себе болтаться без дела. Но по мере того, как он продвигался вниз по Атлантике, он не только страдал от приступа желтухи, но и сталкивался с растущими проблемами из-за стрессов в открытом океане на Сухеле. Ну, первая проблема заключалась в том, что лодка довольно долго протекала, и поэтому мне пришлось спустить все паруса, когда я приближался к экватору, и сделать кое-какой ремонт в воде. И я прикрепил полоску меди вдоль протекающего шва. И это заняло около двух дней, потому что я могу прикрепить только одну гвоздь в промежутках между тем, чтобы подышать побольше воздуха. Так что я глубоко вдыхал воздух, нырял вниз, вставлял галс, выныривал, делал еще один галс, делал глубокий вдох, вставлял еще один. И все шло хорошо, пока не появилась акула и не захотела уйти. Так что это меня раздражало, потому что это отвлекает, вы не знаете, в какой момент вы можете решить, что ему нравится смотреть на мои ноги. Поэтому я вылез из воды, а он не дал, поэтому я бросил в воду немного туалетной бумаги, потому что они падальщики. И когда он вынырнул на поверхность, чтобы укусить туалетную бумагу, я выстрелил в него, смотрел, как он тонет и ждал. И ждал около получаса, но никаких других акул не появилось, так что я смог выйти наружу и закончить работу. Это решительное неповиновение не только помогло Робину завершить гонку в 1969 году, но и задало тон другим достижениям на протяжении всей его жизни, часто присоединяясь вместе с другими к новым приключениям. Сэр Крис Боннингтон создал себе репутацию ведущего альпиниста Великобритании, став ведущим мировым авторитетом в этом виде спорта. Он также работал над многими проектами вместе с Робином и вспоминает его новаторский дух. Я думаю, что вся гонка «Золотой глобус», если хотите, была захватывающей. Было много моряков, которые хотели стать первым человеком, совершившим кругосветное плавание без остановок в одиночку. Робин в некотором смысле был одним из менее опытных моряков-дальнобойщиков, занимавшихся этим. Его лодка, несомненно, была самой медленной лодкой, и он, я думаю, просто хотел это сделать. И он не пытался, по сути, побить какие-либо рекорды. Он был заинтересован в том, чтобы просто сделать это. Он не участвовал в гонках. Он просто продолжал ехать. 22 сентября 1968 года, сотый день. Последний день южной зимы. Я проснулся и обнаружил, что мы направляемся на север, поэтому встал и пошутил. Ночью я сильно ударился локтем, и вдобавок к этому многочисленным другим ушибам и глазу, который пульсировал. Я чувствовал себя так, как будто только что прошел 10 раундов с глиной кассу. Когда ветер стих, я спустил немного парусов, а затем вернулся в постель. Там тепло и достаточно сухо, и я чувствую себя очень усталым. Спустя почти три месяца Робин проплыла всю Атлантику и огибала мы с доброй надеждой у берегов Южной Африки. Однако его темп не был быстрым, и другие, кто стартовал позже него, очевидно приближались к нему. Но дальше был печально известный Южный океан, и вниз, вревущие сороковые. Южный океан – одно из лучших мест для плавания, которое вы можете себе позволить. Это самая враждебная окружающая среда. Спасение невозможно, и вы в значительной степени там сами по себе. Но это также один из лучших видов парусного спорта, которым вы занимаетесь. Волны здесь могут быть огромными, а шторм неумолим. И это доказало, когда сухие ли было сбито с ног во время одного из многих свирепых штормов, с опасными для жизни последствиями для Робин. За первые 10 дней в Южном океане у меня было 6 штормов, включая тот, который перевернул лодку. И именно тогда я потерял пресную воду и повредил саморуль. У меня была запаска для саморуля. Вода была другой проблемой. И я посмотрел на то, что у меня есть на борту, и у меня все еще оставалось около 110 банок пива. И я подумал, что если я буду пить 3 или 4 таких напитка в день, у меня будет достаточно жидкости, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. И это позволит мне сравняться с Австралией. А пока я посмотрю, что можно запечатлеть в парусах от дождя. Но потом, как только я попал в Южный океан, мы имеем дело с совсем другим типом пути, гораздо более масштабным. И когда ее вынесло на них, они били ее. И это было похоже на удар на ковальне по корпусу. Ужасный трескучий звук. А также просто опрокидывание судна. Это очень резко. И я понял, что она не сможет долго этого выносить. Я должен был что-то с этим сделать. И я достал этот длинный отрезок веревки, который купил в последнюю минуту. Я думаю, он стоил 16 фунтов. Наверное, моя лучшая инвестиция в истории. И я просто вытащил его, закрепил спереди и выставил одну сторону сюда. Огромная большая петля сзади, а затем вернул его обратно с этой стороны. А затем произошел перерыв, и Сахили просто качнулся прямо вниз волной. И, конечно, для этой кормы-каноэ, норвежской кормы, ей было очень удобно, потому что она просто каталась на нем. Так что на самом деле, очень быстро я понял, когда попал в эти условия, но я ничего не могу поделать, кроме как лечь спать, немного отдохнуть. В то время как Робин и остальные прокладывали себе путь через мировые океаны, астронавты бросали вызов гравитации и оставляли планету позади. Экипаж Аполлона-8 вписал свои имена в историю, когда в первый раз вышел на орбиту Луны, зачем в 1969 году последовала высадка на Луну. Это были замечательные достижения, отмечаемые во всем мире. Только позже, когда Робин завершил свое кругосветное плавание, эти вихи для человечества были сопоставлены. 1969 год был настоящим золотым годом для идеи как бы раздвинуть границы. Показать, что те вещи, которые, как мы всегда предполагали, контролировали нас и ограничивали, больше не обязательно должны были контролировать нас или ограничивать. Они были великолепны, эти американские астронавты, но все это было ужасно тщательно спланировано с учетом их безопасности. У Робина этого не было. Он был один в лодке, которую в основном построил сам. Вы здесь хорошо выглядите. Хорошо. Мы будем заняты минутку. Легко представить в перспективе то, что сделал Робин, потому что в то время они отправили человека на Луну. И все же они думали, что для кого-то невозможно безостановочно путешествовать в одиночку по всему миру. Поэтому в 6869 году они приравняли плавание в одиночку безостановочно по всему миру, к тому же, что высадить человека на Луну. Это говорит о том, насколько это было трудно. Но радио Робина не было установлено НАСА, и в 1968 году, спустя 4 месяца после начала гонки «Золотой глобус», он столкнулся с еще большими трудностями. Приближаясь к Австралии, он два месяца оставался без какой-либо связи после того, как его единственное радио отсырело. И когда он не мог передавать, поползли слухи, что его постигла катастрофа. Но как только радио сломалось, оно у меня было. И это было так неприятно, потому что приемник все еще белый. И я слышал, как они звали меня, но я не мог им ответить. И, конечно же, они не говорили мне, что происходит. Они могли бы как бы сказать по тому, как это происходит. Так что я действительно ничего не знал о том, что происходило с остальными. Недалеко от Мельбурна, Робин связался с Лоцманским судном и попросил их забрать его почту, объяснив, что он находится на расстоянии 147 дней от Великобритании. В конце концов, они согласились. И мир узнал, что он все еще жив и все еще в пути. Но к настоящему времени из девяти моряков, начавших это великое приключение, только Робин и еще трое, все еще участвовали в гонке, так как остальные либо сдались. Либо были вынуждены уйти в отставку из-за поломок. Миновав Новую Зеландию, он столкнулся лицом к лицу с грозным Тихим океаном, тысячами миль одиночества. Главная проблема с Тихим океаном заключалась в том, что погода отвернулась от меня. У меня было много восточных ветров, которые замедляли меня. И я очень беспокоился о французе. У берегов Новой Зеландии мне сказали, что он отстает от меня примерно на четыре недели. Так что я подумал, что это выглядит совсем неплохо. А у меня эти восточные ветры, и я, должно быть, потерял почти 10 дней в Тихом океане. Это было крайне неприятно. Я попал в свирепый шторм. Именно тогда волны захлестнули лодку, когда я был на палубе. И я взобрался на мачту. Я уходил. И ее перестало смывать. Нехорошо. Когда вы видите чертовски большую волну, приближающуюся к носу, и вы сияете на мачте, держась за мачту. Я понятия не имею, насколько высокой будет эта волна, когда она пройдет через нос. Меня смоет отсюда. Я просто не знаю. А потом налетает волна, и вся лодка исчезает. И вы висите на этой мачте, глядя вниз на воду, потому что лодки находятся под водой. И в конце концов кажется, что спустя века она всплывает, и хорошо. Но какое-то время есть вы, две мачты, и ничего внутри на протяжении 15 сотен миль в любом направлении. Вот почему всего около 230 человек совершили кругосветное плавание в одиночку. В конце 1968 года Робин все еще мрачно пробивался через Тихий океан. Его последний контакт был с рыбаками у берегов Новой Зеландии, и по мере того, как проходили недели, от него не было никаких вестей. Его снова считали пропавшим без вести. И опасения усилились. Жизненно важная информация, которую не смогло передать его радио, не была передана. Слухи были, конечно, тяжелыми. Люди хотели увидеть худшее, иначе он не выживет, он ушел, с него хватит, лодки разваливаются. Ходили все эти слухи. Я полагаю, до тех пор, пока мы не получим подтверждение, что так оно и было. Мы не знали, что это было, что его радио не работало или что-то еще в этом роде. Мы просто подумали, может быть, он просто решил какое-то время помолчать. После 217 дней плавания он фактически приближался к печально известному мысу Горн на южной оконечности Южной Америки, где бесчисленные корабли встретили свой конец из-за частых бушующих штормов. Это последний крупный мыс, который нужно обогнуть в гонке. Он уже более семи месяцев был один в море, и никто не знал, где он, и даже жив ли он еще. 17 января 1969 года, 218 день, сегодня днем ветер стих. В данный момент у меня было много парусов. Однако на ветреную сторону надвигается темная туча, и я вижу, как на сушу идет дождь, так что мне, вероятно, вскоре придется уменьшить паруса. Прошел короткий дождь, и когда он рассеялся, я смог ясно разглядеть две скалы башни, которые образуют юго-западную часть острова Хорниц. Мы проехали это. Мыс Горн, это всего лишь еще один день. Да, это большой день, потому что, как только вы его пройдете, вам все равно придется плыть по Южному океану еще немного дольше. Но в конце концов вы повернете на север и потеряете ту зыбь, которая качала вашу лодку последние пять месяцев. Все так много говорят о мысе Горн. Я сижу там и вижу зловещие черные тучи над землей. Что-то приближается. Это не то место, где стоит околачиваться. И течение просто тихо проносит меня мимо. Но оставалось еще почти три месяца, чтобы выжить в Атлантическом океане. И пройдя через ужасную зону депрессии во второй раз. Робин переориентировался, полной решимости довести дело до конца, сконцентрировав свои усилия. Во время гонки такого беспосадочного кругосветного плавания, как это никогда не было достигнуто. Это было величайшее испытание в парусном спорте, требующее экстраординарной физической и умственной силы воли. В более позднем возрасте эта целеустремленность, мастерство и решительность позволили ему успешно развивать свою карьеру и в конечном итоге привели к зарождению идеи, которая впоследствии создала новые возможности и навсегда изменила жизни тысяч людей. Робин никогда не мог себе представить, какое наследие он создаст позже в жизни, поскольку он провел 300 дней в море во время своего кругосветного плавания. В 1969 году, наконец, после нескольких месяцев молчания, пропавшего без вести и предположительно потерянного в море, Робина заметили он, он направлялся домой. Я понятия не имел, где кто-то еще был примерно через неделю после моего финиша. По радио вообще ничего не передавали. На самом деле это было французское судно, которое подошло, и я позвонил ему по телефону и попросил сообщить обо мне в Лойт, потому что я не знал, сообщило ли обо мне другое судно. Он сказал, что да, вы пропали без вести. Очень странный ответ. Я спросил, где Мэтисьо. Он сказал, в Индийском океане. Мэтис ни в коем случае не может быть в Индийском океане. Он должно быть очень близко от меня, и они пытаются заставить меня сбавить скорость. На самом деле, конечно, так оно и было. Но я вдруг понимаю, что я это сделал. Мне осталась неделя. Все, что мне нужно сделать, это проехать по рыбацким улочкам и добраться до Фалмута, и мы это сделали. Мы все добрались до Фалмута. Мы с братьями все были на тральщике ВМС, который отправился на его поиски. Мои родители были на другом корабле. Мы нашли его, и мы были своего рода партнерами, когда он поднимался по каналу или по его внешним краям. Другие лодки обходили его стороной и начинали составлять ему компанию в течение этих последних 2436 часов. Во-первых, они заставили меня сбавить скорость. Я мог бы закончить утром. Я прошел мимо ящерицы и поднимался, и они спросили, во сколько вы собираетесь закончить. Сейчас около 9 часов. Они сказали мне сбавить скорость, потому что мэр и Марис не будут готовы, потому что она идет делать прическу. Поэтому я сбавил скорость, ветер переменился. На самом деле я не закончил в 3.20 по полудне, к тому времени прическа бедняжки все равно была испорчена. Так что я пытаюсь добраться до финиша. Санди Таймс решила, что это не то, о чем я думал. Это приводит к другой аргументации. И в конце концов я пересек финишную черту примерно в 23 часа. 312-й день, около 25 минут 4-го 22-го апреля, а Робин Нокс Джонсон и Сью Хейли безостановочно проплыли вокруг света. В конце концов отдали мне швартовы и отвезли меня ненадолго. И конечно первое, что я сделал, это то, что я не знал, смогу ли я идти или нет. Поэтому я как бы стоял там, как бы ощупывая свои ноги, чтобы посмотреть, смогу ли я нормально встать. Я обнаружил, что могу, но я не мог далеко уйти. Не более 200 ярдов. Мои лодыжки этого не выдержали. Прием был намного больше, чем я думаю, кто-либо из нас ожидал. И он... Я думаю, ему потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к происходящему. Он знал, что у него есть обязанности. Он вроде как приготовился к этому. Даже тогда я не думаю, что он был готов ко всему, что произошло в те несколько дней после этого, и уж точно в течение следующих нескольких месяцев. Я имею в виду, что долгое время мечтал о том, что я сделаю первым делом, когда сойду на берег. Думал, что в любом случае никакой суеты не будет. Так что я просто пойду в паб и куплю себе пинту пива, стейк, а потом приму ванну. Потому что это казалось мне приоритетным. Я не знал о том факте, что когда я вернусь, будет вся эта суета. Так что на самом деле мне потребовалось некоторое время, прежде чем я получил хоть один из них. Я, боюсь, я немного ошеломлен приемом. Извините, мой хриплый голос. Я очень рад видеть здесь так много людей, и действительно очень благодарен вам за ваш прием. Финишировав в гонке первом, Робин вошел в новый мир, где на нем был сосредоточен свет рекламы. Он написал книгу о своем невероятном путешествии, которое принесло ему значительные гонорары. Такова была его новообретенная слава. Это включало в себя книжный тур по Великобритании и бесчисленные выступления с докладами. Он также был приглашен в Букингемский дворец и удостоен чести быть удостоенным звания командора Британской империи за свои достижения в парусном спорте в качестве Сиби. В том же году Ассоциация яхтенных журналистов назвала его «Яхтсменом года». Теперь, когда общественность так требовательна к его времени, он покинул торговый флот ради ролей, где его знания и опыт были бесценны. Это включало проектирование и строительство новой пристани для яхт на побережье на южном побережье Англии, а затем в Лондоне с развитием дока святой Екатерины. В течение следующих нескольких лет он помирился с Ассил, и в 1972 году они снова поженились, переехав на южное побережье, где начали новую жизнь. Однако его дочь Сара вспоминает, как ее отец часто подолгу отсутствовал дома по мере того, как его карьера расцветала. Мои самые ранние воспоминания связаны с тем, что этот довольно симпатичный, огромный мужчина часто появлялся, потому что он служил в военно-морском флоте. И поэтому я видела его не каждый день. И я действительно помню, как вложила свою руку в его ладонь и почувствовала его ладони. Это было похоже на то, как если бы я держалась за руки Спиноккио. Невероятно твердая кожа, и это было завораживающе. Когда я росла с папой, уходила и занималась подобными вещами. Это не слишком беспокоило, потому что я знала, насколько он был опытен, он ненавидит это слово. Очень, очень хорош в том, что он выбирает, и до сих пор остается им. Маме должно быть было еще хуже, но она, казалось, смирилась с этим. Она знала его с шести лет. Вы просто должны с этим смириться. И вы не можете кого-то сдерживать. Вы никогда не должны кого-то сдерживать. Мама часто говорила, страшно подумать, каким бы он был, если бы не объехал весь мир в 68-69 годах. Я очень горжусь им, да, потому что, если вы перейдете к Хейли, вы знаете, какой бы невероятно особенной она ни была, ей будет неуютно. Она действительно создана для того, чтобы на ней плавал один человек. И да, я очень горжусь тем, чего он достиг. Робин Нокс Джонстон Робин Нокс Джонстон стал первым человеком, совершившим безостановочное плавание в одиночку вокруг света в 1969 году. Это было невероятное достижение, которое принесло ему всемирную славу и признание. Но это было только начало того, что должно было стать блестящей карьерой. Робин продолжала участвовать в профессиональных гонках, востребованные как штурман и тактик. Он участвовал в победе в кругосветной гонке Британии в первый раз в 1970 году, занял призовое место в гонке 1971 года от Кейпо Дарьо, а затем совершил еще одно кругосветное путешествие, присоединившись к команде во второй кругосветной гонке у Айтбрида, причем Робин выиграл этапы, которые он пропустил. Его успех продолжался, очарование достижениями было таким же сильным, как и прежде, и в 1993 году. Вместе со знаменитым моряком Питером Блейком из Новой Зеландии, они отправились на попытку установить рекорд Джули Верна, совершив самое быстрое кругосветное плавание в истории. Но они потерпели неудачу. Огромный катамаран врезался в подводный предмет, проделав дыру в корпусе. Год спустя они попытались снова, и на этот раз преуспели, установив новый мировой рекорд в 74 дня, 22 часа, 18 минут и 22 секунды. Еще одно замечательное достижение. После этого нового успеха, получения своей второй премии Ахтсмен года, он был отозван в Букингемский дворец, чтобы получить рыцарское звание в знак признания его достижений в парусном спорте и навсегда стал известен как сэр Робин Нокс Джонстон. В 2007 году, когда Робин исполнилось 68 лет, она приняла еще одно серьезное испытание, приняв участие в гонке в Элакс Файв Оушенс. Снова совершив кругосветное путешествие в одиночку и заняв четвертое место за 159 дней. Последовала его третья награда Ахтсмен года, и с этого момента он продолжил свою гоночную карьеру. Заняв третье место в своем классе в трансатлантической гонке на своей огромной открытой 60-й яхте Грей Пауэр, управляя ею в одиночку в возрасте 75 лет. История первой гонки «Золотой глобус» продолжается даже спустя 50 лет, поскольку она повлияла на жизнь всех участников. А еще у меня было разбитое сердце. Из девяти стартовавших Робин был единственным, кто финишировал, но теперь известно, что Дональд Кроухерст фальсифицировал свои отчеты и обновления во время гонки, чтобы создать впечатление, что он проплыл дальше, чем на самом деле. Его яхта была найдена дрейфующей и брошенной в Атлантическом океане после гонки, когда ложь раскрылась. Сын Дональда вспоминает, как услышал новости о яхте своего отца. Я помню тот день, когда моя мать, поговорив с двумя монахинями, которые шли по нашей аллее и пришли навестить ее, отвела нас наверх и сказала, что лодка моего отца найдена. Но его на ней не было. А потом она разрыдалась. Мы попытались как бы утешить ее и заверить, что мы уверены, что с ним все будет в порядке, и что с ним все будет в порядке. Но именно тогда я услышал эту новость. В связи с разыгравшейся трагедией семья тоже оказалась в финансовом кризисе, так как их дом был заложен для строительства яхты Дональда. Когда Робин услышал об этом, он немедленно пожертвовал свой выигрыш в 5 фунтов семье Кроухерст. Посмотрите, они чуть не потеряли дом. Там было четверо детей, старшему было 12. Мы и так переживаем достаточно тяжелое время. Я никогда не ожидал, что выиграю его, и вы знаете, у меня хороший аванс по книге, мне не нужно все это. И в любом случае в то время я понятия не имел, что буду делать дальше. Я просто беспокоился, как бы эти дети не потеряли свой дом. Я не помню, что бы видел реакцию моей матери, когда она услышала о том, что призовые деньги будут вручены нашей семье, но с этого момента все прояснилось. И темнота не была, конечно, не такой темной. И похоже, впереди действительно был путь. Хотя Робин финишировал первым, в течение многих лет ходили предположения, что француз Бернар Матисси, возможно, был быстрее или даже опередил его дома, так как обогнув мыс Горн, Матисси сдался и продолжил путь на Таити вместо того, чтобы направиться к финишу. Недавно в архиве Робина было обнаружено давно забытое письмо. Написанное французом в 1981 году, в котором он поздравлял своего соперника, признавая, что в то время он не лидировал в гонке и не знал, мог ли он победить или нет. В ознаменовании 50-летия достижения Робина были запланированы праздничные выходные в Фалмуте. В ознаменовании его финиша в гонке «Золотой глобус» в 1969 году. Вместе с друзьями и семьей он проплыл Сухейли вдоль южного побережья, где его ждал удивительно теплый прием. Его следы были увековечены на причале в память о его достижениях. И 50 лет спустя флотилия отправилась сопровождать его и Сухоли, когда они приступили к воссозданию этого исторического финиша. После 312 дней в море 22 апреля в 3 часа 25 минут пополудни. 312 день около 25 минут 4-22 апреля и Робин Нокс Джонсон и Сью Хейли безостановочно плавали по всему миру. И он сошел на берег в королевском яхт-клубе Корнуэлла, точно так же как и раньше, чтобы еще раз поприветствовать героя. Это фантастика для моего вида спорта, парусного спорта. Все эти люди там просто наслаждаются днем, празднуя то, что произошло 50 лет назад, чем я полагаю, мы британцы должны гордиться. Потому что мы сделали это первыми, так или иначе. Но это было просто фантастически. Оглядываясь назад, я просто подумал, прекрасно. Воображение Робина и жажда приключений помогли ему справиться со многими трудностями в своей жизни. И во время одного из таких путешествий ему в голову пришла искра идеи. Это привело к замечательному достижению в открытии этого вида спорта для всех на планете. Я был в Гринхэме с Крисом Баннингтоном, занимавшимся скалолазанием, и он рассказывал мне о восхождении на Эверест. Он сказал мне, сколько это стоило. Я подумал, а каков парусный эквивалент горы Эверест. Кругосветное плавание. Интересно, должны же быть люди, которые хотели бы это сделать, но не могут позволить себе лодку, или у которых есть лодка, но нет уверенности в том, что они это сделают. Предположим, что у нас есть лодка или шкипер. Сколько мне придется взять с этих людей, чтобы позволить им путешествовать по всему миру? И получилось примерно вдвое меньше, чем стоило восхождение на Эверест. Планы Робина находились в зачаточном состоянии, но затем он познакомился с бизнесменом, который вдохновился его видением. В первый раз я встретил Робина летом 95-го, и именно там он хотел начать гонку клиперов. Это было через друга моего друга, и стал бы я вкладывать деньги в этот бизнес. В общем и целом, после встречи с Робином, я познакомился с ним, и в течение следующих нескольких месяцев инвестировал вместе с ним, и мы основали клипер рейс. От идеи начать первую гонку прошло 11 месяцев. За это время мы набрали экипажи, провели с ними собеседование, построили лодки, выбрали шкиперов, обучили экипажи, разработали маршрут. И это были очень напряженные 11 месяцев, но мы это сделали. На самом деле, то, что убедило меня, как только я решил, что считаю его хорошим парнем, и буду стоять на своем, но на самом деле читал анкеты и испытывал страсть к делу. Идти по его стопам, это было то, что меня перевернуло. Гонка клиперов постоянно развивалась на протяжении более 20 лет, и прочно зарекомендовала себя как единственная возможность для настоящих любителей сначала научиться ходить под парусом, а затем продолжить плавание по всему миру. На данный момент в нем приняли участие более пяти человек, так как сейчас он продолжает расти, совершив 11 кругосветных путешествий. В то время я не думаю, что мы действительно понимали, что делаем. С самого начала это было адское приключение. Восемь лодок, восемь шкиперов, вообще никакого персонала, двое в офисе и мы с Робином. Итак, мы были ремонтниками, пиарщиками и всем прочим, и это действительно было своего рода взятием быка за рога. Что, опять же, если вам нужен был лучший партнер для чего-то, вы не могли придумать ничего лучше, чем ограбление? Его знания в области парусного спорта, его влияние, идеи и инновации, его способность вдохновлять, руководить и учить других, являются легендарными. А его видение позволило тысячам людей заняться спортом и навсегда изменить свою жизнь. Я думаю, что его самым большим наследием, вероятно, в конце концов, станут приключения в клипах. Я имею в виду парусный спорт, будучи первым человеком, который безостановочно продает товары по всему миру, вы никогда этого у него не отнимете. Но он привнес в наш вид спорта так много людей, что было бы очень трудно количественно оценить, каким был бы наш ландшафт без него. Как личность, он парень, который останется с вами при любых обстоятельствах. Я не могу представить себе более мужественного человека, чем Робин. А оставляйте его на своей стороне, что бы вы ни делали. Если вам было плохо, он поднимал вас, и это действительно важно как деловой партнер и как друг. Робин, открыв всю идею кругосветного плавания и не считая это чем-то незначительным, что сделали только он и еще пара человек. А что бы сказать широкой аудитории людей, вы можете это сделать. Мы можем вам помочь, но вы сами обладаете такой же способностью, как и я. Сэр Робин Нокс Джонсон действительно настоящий моряк. Возвращаясь к успеху Золотого Глобуса, Жюля верна рекордным успехам. Но вы знаете, наверное, самое большое для меня, несмотря на все это, это тот факт, что он все еще участвует в соревнованиях в свои 80 лет. И это огромное вдохновение. Я действительно надеюсь, что смогу заниматься парусным спортом так же, как он в свои 80 лет. Сэр Робин – легенда. Он включает в себя все, что сделал наш спорт таким, каким он является сегодня. И я думаю, что люди, вероятно, недооценивают или даже не осознают, насколько он вовлечен во многие аспекты нашего спорта. Его достижения вдохновили поколение пойти по его стопам. Нет никаких сомнений в том, что победа в Золотом Глобусе полностью изменила мою жизнь. Но встреча с Уильямом Уордом, наверное, была одной из лучших вещей, которые произошли в моей жизни. И мы смогли собрать эту идею воедино и воплотить ее в жизнь. Я думаю, что гонка клиперов была одной из тех вещей, которые принесли столько пользы стольким людям, кардинально изменили их жизнь. Они гордятся этим. Они сделали что-то особенное в своей жизни. Так что я думаю, что мы с Уильямом запустили клипер и поддерживали его в рабочем состоянии, пожалуй, одна из самых приятных вещей, которые я когда-либо делал. Робин и его знаменитые Йо Цухейли прожили свои жизни вплетенными друг в друга. Сейчас Робину 80 лет, и он думает о будущем для них обоих. Значит, Хейли ваш личный друг. Она была там. Частью моей жизни с тех пор, как мне исполнилось 24 года, когда я увидел ее киль, бревно для ее киля, поступающее на верфь в Бомбее, и так далее. Я очень-очень люблю ее. Она для меня очень особенная. Когда-нибудь вы должны понять, что мы собираемся оставить эту смертную оболочку и найти для нее место, куда она была. Она могла бы пойти, где ее, возможно, уважали бы и заботились о ней. Альтернативой, конечно, были бы похороны викингов. Но Робин по-прежнему полон сил, в бизнесе и со своими планами на новые приключения. Я действительно хочу вернуться в Арктику, чтобы мы могли продолжать нырять под айсберги и любоваться одними из самых фантастических пейзажей, какие только есть на этой планете. Значит, на каком-то этапе я снова отправлюсь на север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова